здравствуйте дорогие друзья мне бы хотелось вам представить еще один клинический случай достаточно сложный дело в том что клинический случай позволяет нам более наглядно показать те теоретические аспекты которые мы разбираем на курсах на наших образовательных мероприятиях на вебинарах дело в том что я уже давно понял что стоматологи они осознают значимость и понимают сами теоретические выкладки связаны с углами параметрами суставами окклюзионными схемами именно когда видят как это работает в полости рта у пациентов я периодически буду вам показывать лечение пациентов очень сложных пациентов с дисфункциями суставами артрозами и так далее но мне бы очень не хотелось чтобы у вас сложилось впечатление что мы лечим сустав ни в коем случае мы суставы не лечим я врач ортопед и мы занимаемся протезированием до либо ортодонтическим лечением в нашем клинике целая команда специалистов над этим работает просто так или иначе в процессе моей практике ко мне попадали пациенты очень сложные от которых отказывались к сожалению другие доктора и нам приходилось что-то придумывать поэтому так глубоко я погрузился в проблему дисфункции височно-нижнечелюстного сустава чтобы именно лечить пациентов протезировать пациентов с этими осложнениями и через какое-то время последние 10-12 лет сформировался еще дополнительный прием пациентов у которых не требуется ортопедическое лечение они обращаются только с проблемами дисфункции но еще раз повторюсь все эти примеры даны для того чтобы вы понимали что все вот эти теоретические выкладки связанные с анатомией связанные с физиологией построением протетики они у работают даже у таких пациентов у которых есть масса других проблем которые надо решать они помогают мы добиваемся длительных очень серьезных результатов и так в данном случае у нас пациентка с осложнениями со стороны сустава тотальное протезирование и это протезирование комбинированы вы видите что на верхней челюсти на нижней существуют какие-то старые протезы переломы зубов те то состояние которое нам не позволяет эти зубы сохранить и нам приходится идти на удаление я сепарирую мастовидные протезы чтобы доктор мог аккуратно удалить их и вы видите здесь мы составляем такую карту диагностическую карту пациента то с чего мы начинаем первое с диагностики мы определяемся состоянием других систем состоянием конкретных зубов что будем удалять на основании этой диагностики мы проводим планирование лечения и уже начинаем дальше двигаться дело в том что одним из аспектов нашей работы является не только оценка состояния сустава либо гипертонуса мускулатуры каких-то проблем с дисфункциями сустава очень важным является и оценка эстетических параметров поэтому эти моменты тоже учитываются дальше проводятся расчеты цифлометрический анализ то есть мы проводим анализ скелетных данных пациента дело в том что мы на что можем ориентироваться на зубы так когда мы смотрим в полость рта но пациенты приходят не только с какими-то старыми зубами либо разрушенными зубами они иногда приходят вообще без зубов понимание того какой у пациента скелетный класс прикуса какое у него строение черепа размеры челюстей сопоставление этих данных позволяет нам уже представить какая окклюзия какая окклюзионная схема должна быть у пациента какая высота прикуса какое положение окклюзионной плоскости очень очень много вопросов которые мы можем еще выяснить до того как мы начали непосредственное вмешательство в зубочелюстную систему пациента но и в данном случае вы видите что мы провели удаление некоторое время мы ждали и был изготовлен временный протез для данной пациентки и вы видите что у пациента произошла атрофия альвеолярного гребня и сформировались зоны подвижного подвижного гребня это не очень хорошо так как это будет в дальнейшем мешать съемному протезу дело в том что планировалось сначала имплантация но пациентка по своим обстоятельствам от нее отказалась конечно у таких пациентов пациентов которых есть осложнение со стороны сустава им необходимо проводить несъемное протезирование так как одна из наших задач создать очень хорошую окклюзионную поддержку боковых участков ну как бы там ни было мы идем всегда навстречу пациенту потому что здесь еще раз не все зависит от показаний от желания врача либо нежелания пациента есть еще очень много факторов которые укладываются в и влияют на наше принятие решения о том или ином варианте тотального протезирования я сделал отдельное видео по принятию решения о тотальном протезировании я думаю если вы посмотрите на нашем канале вы его найдете тогда вы более четко будете понимать о чем я говорю итак мы проводим классическое определение высоты прикуса с использованием шаблонов разметку шаблонов дело в том что прикусные валики нам позволяют решить очень много вопросов связано с тем чтобы мы могли передать технику в лабораторию и положение окклюзионной плоскости и высоту прикуса и опять же эстетические параметры дальше по этим валиком изготавливаются временные протезы регулируется высота прикуса мы сняли слепки до еще раз уже на этапе изготовления нового протеза опять проводится перепроверка соотношения челюстей дело в том что временное протезирование служит у нас не только для того чтобы пациент мог какое-то время улыбаться пока мы делаем постоянное протезирование временное протезирование это очень важный этап который нам позволяет часть проблем пациента нивелировать опять же мы проведя анализ его скелетных параметров с помощью цифлометрического анализа и других приемов модельного анализа мы все-таки получили набор данных которые нам дают определенные ориентиры следующий наш шаг и очень важный шаг оценка этих данных да то есть мы что проводим временное протезирование повышаем высоту на туда на ту соответствии с теми параметрам которые мы задумали и смотрим как реагирует пациент причем это не только понимаете комфорт пациент дело в том что очень часто врачи ориентируются именно на комфортность пациента комфорт может создаваться очень многими факторами и очень часто здесь мы можем получить ошибку почему потому что пациент говорит да мне все нравится все супер доктор но почему он так говорит а что он думает мне поменяют это же время нки и будут новые хорошие протезы которые гораздо лучше чем вот сейчас поэтому здесь есть целый набор приемов которые нам позволяют так или иначе проверить это и не просто доверяясь словам пациента объективным объективным способом кроме соотношения челюстей классического когда я провожу нефорсированные движения нижней челюсти в данном случае я использовал классический джиг при применении его в такой модификации на нижней челюсти с использованием вы видите небольшой пищик я сделал на с помощью композита на центральном рисе постановки да то есть у съемного протез я провел запись при работе передних двпд программаторов расслабляется ряд мускулов которые позволяют нам опять же зарегистрировать более точное центральное соотношение мы проводим регистрацию и еще раз потом перепроверяемся регистрируем проводится постановка зубов фиксируем коронки и на нижние передние зубы имея уже на верхней челюсти совершенно четкий съемный протез уже который будет постоянному пациента теперь мы можем перевести перейти протезирование нижних резцов и не только боковых зубов и устанавливаем все изготавливаем устанавливаем это все в полости рта дальше проходит специальный протокол при шлифовании зубов дело в том что вы должны понимать не все мы можем вывести с помощью приборов все равно в полости рта а мы должны проводить ту или иную объем при шлифов для это существует специальный протокол есть такое понятие ремонтажа съемных протезов либо вы можете сделать ремонтаж моделей вашей несъемной конструкции и проанализировать его с помощью приборов в артикуляторе и это позволит вам более детально привести подгонку протезов уже непосредственно в полости рта и вот уже готовые протезы которые используют пациент используют достаточно длительное время также если вы посмотрите на слайд вы увидите что уже даже после протезирования мы имеем очень низкий окклюзионный индекс и имеем хороший тонус мускулатуры то есть отсутствие гипертонуса и присутствие совершенно нормальной нормальной реакции на нашу окклюзию то есть что я хочу сказать дело в том что первое мы идем последовательно от диагностики к планированию от планирования к временному протезированию который является не просто фикции она является проверочным элементом на каждом из этих этапов мы проверяем с помощью специальных объективных методов стало ли лучше пациенту это обязательно должно регистрироваться вы должны это показать пациенту и только после этого сделать следующий шаг отработав всю схему вы можете переступить тогда к проведению постоянного протезирования несъемного и тогда получите хороший длительный результат даже у пациентов с достаточно выраженной дисфункцией они не будут иметь проблем протеза не будут ломаться не будет жалоб со стороны сустава потому что вы что вы определили и соотношение и высоту прикуса и положение на окклюзионной плоскости вы определили окклюзионную схему выбрали это клыковое ведение либо это групповое ведение для этого есть еще раз совершенно четкие аргументированные инструменты и вы можете делать следующий шаг и вы видите что это работает у пациентов даже с такими сложными ситуациями в суставе и мышцах почему это для нас сложно потому что эти пациенты очень лоббильны на любое наше вмешательство мы можем получить всегда осложнение но идя последовательно шаг за шагом мы обходим вот эти подводные камни мы их видим и можем двигаться зрячий добиваясь очень хороших результатов поэтому я вам очень убедительно прошу не спешить идти от диагностики шаг за шагом последовательно к вашему успешному результат а я постараюсь свою очередь вам в этом помогать поэтому если у вас возникли какие-то вопросы вас возникли какие-то может быть сомнения какие-то комментарии вы можете пересмотреть вернуться посмотреть как обработаны зубы что-то еще уточнить всегда рад буду ответить всегда буду рад помочь и если этот вопрос достаточно обширен мы постараемся сделать в соответствии с ним видео спасибо за ваше внимание и давайте работать дальше